Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов со своими монологами о нахлости. Но сегодня я отойду от традиции, поскольку есть люди, лучше разбирающиеся во многих вещах, в нашем, в моем, в том числе, магазине. И я хотел представить Игоря... Мы поздороваемся в кадре. Игоря Мотичева. Всем привет! На самом деле, это вот тот самый человек, который управляет всем бизнесом, фиш-бизнесом. И очень многие задают мне вопросы, на которые я не могу ответить. Вот надо, конечно, не ему задавать вопросы, а я-то всего лишь фронтмен. Вот такой. Поэтому я решил сегодня поговорить про костум, потому что вы много вопросов задаете. И эти Игорь вопрос гораздо лучше изучил, чем я. Поэтому, ну, долго мы не будем рассказывать ни про какие-то модели, а вопросы задают Игорь следующие. Какого цвета для чего подходит? Какие вообще бывают цвета линз? И, ну, вот более-менее все. Это основной вопрос. А уж садиться, как это надо мерить все. Поэтому у меня вот главный вопрос. Что рекомендует... Не так. Какие цвета бывают вообще... Какого цвета линза бывают? Ага. Ну, у косты, на самом деле, всего три цвета линзы. Самые распространенные. Я сейчас их покажу. Это желтые, которые используются для условий плохой освещенности, когда не очень солнечно. То есть для нашей страны, по сути дела. Для польского, да. Для польского большинство времени. То есть мордору подходит желтый. Да. Лучше всего. Второй цвет – это коричневые линзы. Это для рек, для переменной освещенности. И третий цвет – это серая линза. Это для открытых водоемов, для очень яркого солнца. На воде она очень... На воде, на открытой воде, в тропиках. Вот для американского, скорее, такого вот использования. Во Флориде, на яхте. Да. В Калифорнии. Многие путают, да, Калифорнию с Финским заливом. Вот. Это есть разница. Несмотря на то, что там можно загореть на Финском заливе. Все-таки это не Калифорния, имейте в виду. Вот. Но многие путают, ну, они видят своими глазами, что зеленые очки, а на самом деле они там желтые. Ну, то есть, напыление – это одно. А цвет линзы – это другое. То есть, мы сейчас сказали, основные цвета линзы – это не то же самое, что и напыление. Вот, Игорь, а какие напыления бывают? Какие цвета? Ну, у каждого цвета линзы, истинного цвета, который три всего – это желтый, коричневый и серый – бывают еще варианты – это напыление. Бывают линзы без напыления в каждой из этих цветах линз и, конечно же, напыление. Например, у желтого бывает напыление серебристые. Это вот оно вот так вот выглядит, это как бы желтые линзы, сверху и серебристые напыление. Практически снаружи смотришь на свету. Ну, это отражает, как зеркальная поверхность отражается. А если изнутри смотреть, то они желтые просто. Ага, понятно. Это для, повторюсь, для темного времени суток, для облачности, переменной такой, когда тучи висят, часто такое бывает. Коричневые линзы бывают без напыления, просто вот сплошные солят, сплошные коричневые. Также бывают коричневые с серебристым напылением, и коричневые бывают с зеленым напылением. Три вида. Боюсь, что только в камеру, боюсь, это может не видно. Это может быть плохо видно, да. Зеленый, но как-то может покрутить вот так вот зеленое. Зеленое, да. И последний вид – это серые линзы. Они бывают без напыления. Серые линзы с серебристым напылением. И серые линзы с голубым напылением. В принципе, это все. Да, это все, что есть у Косты. И если цвет линзы – это имеет значение, да, какое-то для пропускания цвета, для той воды, для тех условий, в которых используется, то, что мы перечислили, где это можно, то вообще цвет напыления, он имеет значение какое-то? Или это более или менее для красоты? Ну, самое главное назначение должно нравиться. Да, это вообще. Человеку, который носит. Да, да, Косты – это красота в любом случае. Да, поэтому если человек хочет, чтобы у него были, не знаю, там, серебристые очки, либо зеленые, либо синие, это все зависит от вкуса, от его желания. Практически, как бы, вот, не знаю, мы носим все практически очки, у каждого сотрудника, наверное, по несколько, все тестируем. Видимые разницы между цветами напыления лично я не нахожу. Так что, вот, ну, теоретически можно найти, наверное, какие-то нюансы. Да, да, но мы, давайте будем честны, выбираем цвет линзы, но, в общем, не очень обращаем внимание, это совет на цвет напыления, выбирайте тот цвет напыления, который вам нравится. Да, я думаю, это будет правильно. Вот, теперь то, что касается, да, огромное количество разнообразных оправ у Коста существует, и мы сейчас не будем об этом рассказывать, но, может быть, совсем там основные принципы подбора, потому что многие приходят и говорят, слушайте, ой, у меня запотевают очки Коста, что мне с этим делать? Ну, не знаю, я отвечаю, что, видимо, неправильно подобран, да, или лицо отекло. Либо это слишком раннее утро. Или слишком раннее утро. Да, бывает и такое. А был вечерний очень ужин. Поздний вечер, да, закончился поздно, рано проснулся. Бывает и такое, но, на самом деле, самое главное, когда вы мелите очки, когда вы убираете оправу, это комфортная посадка. Безусловно, вы, когда надеваете очки, вы в несколько минут должны в них понаходиться и почувствовать, где они жмут, не жмут, давят, не давят. У вас должно быть абсолютно комфортное ощущение от их использования. Вы должны, ну, часто, как будто на висках у людей давят, не надо думать, что это пройдет. Скорее, вообще не надо их ощущать. Не надо ощущать, да. Как только меньше, максимально мало вы их чувствуете, тем лучше подобрана оправа. Это самое главное. По поводу, что запотевают, ну, наверное, они слишком плотно сидят, нигде нет никаких мест. И часто такая ситуация бывает, когда человек не движется, нет ветра. Потому что у всех хост, есть каналы для вентиляции, есть какое-то движение ветра, есть, либо человек идет куда-то, обычно вот это запотевание быстренько исчезает. Ну, вот я заметил просто, может быть, совет такой, что многие мальчики, которые выросли в 90-е, они любят такой спортивный крой, типа пермитов, они очень сильно закрывают очки. Ну, я уже не говорю о том, что они не модные в наше время, хотя и самые популярные продаваемые. А в последнее время вот они стали такие более квадратные, более такие интеллигентские, я не знаю уж как там очки, и они меньше касаются, они не влипают в лицо, а еще многие наши покупатели имеют такие лица, что очки погружаются практически. Вот поэтому берите посвободнее, чтобы было больше воздух. Вот это правильный. Вопрос последний на сегодня. У меня за спиной какая-то стоечка такая. Что это такое? Почему? Это фейк? Какие-то подделки, что ли? Почему у нас 50%? Нет, шлица иногда происходят. Это модели, которые сняты с производства у Коста, и мы на них даем очень хорошую скидку, 50%. Они практически ничем не отличаются. Это просто предыдущая версия линзы, которая сейчас не производится. Коста сократила линейку, решила акцентировать внимание на каких-то определенных моделях, и эта 400-я серия сейчас не та с производства. Ну, круто, да? Это вообще реальная возможность. Очки, которые всегда продавались за полную цену, там 15 тысяч, они сейчас продаются 6, 7, 8 в зависимости от модели. Это возможность, это круто. Хорошо, ну вот мы рассказали и про оправу, и про примерку, и про цвет линз, и про напыление. Я думаю, что более-менее на все вопросы мы ответили. Мы будем теперь ссылаться на это видео, и вы можете советовать своим друзьям, когда они интересуются, как подобрать вашу любимую косту. Спасибо всем. Подписывайтесь на канал. Игорь, спасибо большое за консультацию. Я не могу запомнить всю эту информацию. Старенький стал Альцгеймер. Заходите в магазин. Самое главное, заходите в магазин и на сайт. И увидимся. Пока.